Слава Украине и слава ЗСУ! В Одессе 1 сентября, 190 день полномасштабного нападения с цикливой нацистской России и предательской Беларуси. Сегодня в Падесской области впервые за долгое время был нанесен ракетный удар. Россияне выпустили две ракеты с Крыма. Одну наше ПВО сбило над морем, а вторая попала куда-то в пустырь в Одесской области. Только недавно говорил, что ЗСУ делает деревянные приманки хаймарсов для того, чтобы россияне тратили на эти макеты свои ракеты. И думаю, как раз это тот случай, когда опять россияне попали неизвестно куда. Вчера россияне опять обстреливали город-герой Николаев, но, к счастью, в этот раз без жертв. Среди мирного населения удары пришлись на окраины города, ну, не на пригород. А после того, как начались разговоры о наступлении ЗСУ в Херсонской области, вот уже вчера начали появляться видео из освобожденных сел в Херсоне. Там, конечно, людей нету, дома разрушены, ну, и остатки жизни, или, можно сказать, жизни деятельности россиян. Как всегда, мусор, хрясь и все такое. Ну, ничего, волонтеры потом все почистят и вернется обратно туда жизнь. Потому что там, где россияне, жизни нет. А из прифронтовых сел, которые были под контролем Украины, то там всех людей, кого можно было, эвакуировали. Потому что в последние дни россияне сильно начали крыть артиллерией прифронтовые села. Россияне разрушают дома, школы, больницы в селах. Все как всегда. Хорошо, что хоть людей удалось спасти. Ну, а в Херсоне опять взрывы на местах скопления россиян. И Антоновский мост тоже немножечко в огне. Он уже как решето. По нему может проехать только легковушка. Тяжелая техника, уже все. Ну, и херсонцы уже начали сообщать, что россияне усилили свое мародерство в Херсоне. Лазают по гаражам. Также лазают по пустым квартирам. Мародеры чувствуют, что уже скоро будет. Надо уходить и пытаются хоть что-то своровать под конец. В перехватах разговоров россиян из Херсонской области они жалуются, что начальство их бросило, население ненавидят. Ну, а что россияне хотели? Такая доля российского нациста.